Ох, эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь, это кукурузный триллер-хоррор-мейз, который стал не таким уж скучным после появления вот этого нашего русского медвежонка по имени Владька. Нам сказали, что новый путь какой-то открыт, и этот путь, скорее всего, находится у нас в душе. Не в душе, а в душе. Мы как раз сейчас туда и отправляемся. Владик, давай-ка быстрее беги за мной. Погоди, это где-то не здесь. Эта комната должна быть где-то вот здесь у нас. Владик, Владька, куда он делся? Владимир! Слушай, я что-то бегать за тобой теперь буду. Куда он делся? Черт подери, маленький несносный медвежонок. Владька! Черт подери, куда? Ах ты, вот он-то где. Где ты был? Мне кажется, если мы слишком сильно от него отрываемся, он просто к нам телепортируется. Вот смотри. Опа! Ааа, ну да-да-да. Потому что ходит он очень и очень медленно. Ладно, мы за него, значит, переживать не должны, но он справится, я уверен. Может быть, надо было ему дать этот костюмчик. Не знаю. Ладно, у нас новый путь открыт, нам сказали. Самое время его раскупорить. Влади останется здесь, пока ты будешь делать свои тупые штучки. Ты серьезно? Я что, должен один здесь ползать? Погоди. Стать я здесь не могу. Это что у нас такое? Рамка какая-то подсвечивается. Ну ладно, поползли. Поползли по дороге, вымощенный красным, наверное, кровавым следом. Я не знаю, мне хочется все-таки туда сходить почему-то, хотя нам показывают, что надо идти в другую сторону. Я лучше пойду сюда. Давай сходим, посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Все, здесь тупо. Тупик. Тупо-тупик! Мы идем, значит, в другую сторону. Зачем они вообще его делали, если там тупик? Могли бы сделать там какой-нибудь скример. Ну пошли. Владька, он вообще маленький, мог бы, в принципе, сюда протиснуться. Что это такое? Кто-то зарулил, смотри. Пьяный, видимо, рисовал. Давай пойдем сюда. Здесь тоже у нас тупичок. Видимо, тупичок, значит, туда лучше не ходить. Будем придерживаться линии. Ага, вот здесь-то, смотри-ка, все разветвляется. Здесь-то вон желтая линия есть. Давай сходим, посмотрим, что у нас здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, мы еще ниже спускаемся. Кто здесь? Это должен быть я, должен быть я! Охренеть! Идет! Не оценили! Черт! Что там такое? Кто там есть? Мне надо было об этом спросить кого-нибудь там. Ну-ка, где мои расчеты? Сейчас я быстро что-то сделаю. Вот так лучше. Это одна из моих самых лучших работ. Что они делают? Да! Это полуцей! Ой, что за хероборина здесь? Это какая-то мега-кукуруза. Черт! Мега-кукуруза с поясной сумочкой. Он кажется... Кажется хорошим. Мне вот что-то он не показался хорошим. Мне кажется, он какой-то вообще дикий. Причем он в какой-то непонятной соломенной одежде. Может быть, это босс. Может быть, это самый главный ученый. Самая умная кукуруза из всех. Не знаю. Но он цепелявит прямо как кто-то... Кто-то цепелявит. У нас есть тут цепелявые. На ютубе цепелявых очень много. Так же, как и кахтавых. Ну, а в общем-то, это... Человека не делают хуже. Ну, шепеляют, дешепеляют, или картавят. Ну, всякие разные дефекты речи есть. У каждого по-разному. У кого-то так, у кого-то сяк. У каждого есть свой скелет в шкафу, свои недостатки, свои слабые места, и надо учиться принимать их. Опа, опять он. Куда же все подевались? Здесь нету. И здесь нету. Кто-то... Стощил вас. Я не буду это больше терпеть. Просто один... Один опасный. Никак другие. У этого есть мозги. Надо с ним как-то... Что-то сделать. Желтая линия ведет кукурузине к этой. В прошлый раз мы тоже... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он себя, что ли, нарисовал? Или это какая-то... Он везде делает такой последний штрих. He's probably talking about you. Похоже... Он, возможно, говорит о тебе. Смотри, он нарисовал какую-то... Что написано? Male? Heavy stupid? Или что-то такое? Или a male stupid? Непонятно. Такое ощущение, что он нарисовал не себя, смотри. Он нарисовал какую-то женщину, как будто в платье. Может быть, это самая... Ну, так, красная рубиновая королева. Помните этот сорт, который был самым разумным? Ну, ладно. Мы узнаем об этом позже. Пока что мы идем дальше. Опа! А здесь все... Погоди, куда он врезался? Смотри-ка. Кто, интересно, чертил это? Нормальный кукуруза. Кукуруза. О, вот она, вот она, смотри. Ты что, храпишь, что ли? Девочки не храпят. И не пукают тоже. И в туалет по большому не ходят. Вообще, принцессы, они всегда очень... Необычные. О, кто-то меня обеспокоил. Это я, привет. Мы не поражены, что ты заставил нас ждать. Ну, конечно же нет. У тебя нет никого слуги. Неважно. Кто-то должен сам это сделать. У меня тоже слуги. Говорят, нет, мне придется, типа, с тебя самого освободить. Ну, давай уже. Мне кажется, что мы на века здесь были пойманы в ловушку. Я перестал получать свет. Конечно, мы же не ожидаем, что ты такой, как ты, поймешь, о чем я говорю. Ну, возможно, ты другой и отличаешься от них. Ты дал нам надежду, что, возможно, мы нашли своего чемпиона, в конце концов. Нет. Нет, скорее всего, нет. Да открывай уже. Но мы будем сожалеть, если мы не позволим тебе помочь. Ну, что ж. Мы дадим тебе твои задачи. Восстанови энергию питания. Этого забытого места. И дерни за какое-то кольцо. Она в камере сидит или нет? Это просто ее палаты. Похоже, что у тебя есть что-то сделать. Чистая случайность. Новый путь открыт. А, я не успел. Что-то там на западе что-то было написано. Новый путь открыт. Наверное, 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 нам нужно идти назад. И я так думаю, что мы где-то, может быть, в вентиляции найдем какой-то новый путь. Ну, пойдем, посмотрим. Так, новый путь, новый путь, новый путь, новый путь. Сейчас мы глянем. Опять же пройдемся по всем этим вентиляциям. Может быть, где-то здесь открылось. Очень жаль, что здесь так быстро исчезают эти самые подсказки. Потому что не всегда успеваешь их просто прочитать. А потом вернуться к ним вроде как нигде уже нельзя. Ну, ладно. Нас это слишком сильно не остановит. Потому что мы полны решимости дойти до конца. Здесь мы не пройдем. Потому что в игре, на самом деле, очень приятная графика. Даже эта вентиляционная решетка и шахта сделаны очень даже ничего. Да, я должен просто все сейчас пройти, посмотреть. Потому что если вдруг новый путь открылся где-то здесь, то я не прощу себя, что мы будем бегать где-то там, блуждать, искать, рыскать. Но в итоге окажется, что подсказка была прямо под носом. Смотри, вот здесь вот тупик. Тупик так и остался. Тупик остался тупиком. Дорога, вымощенная красной краской. Бегаем сюда, посмотрим. Здесь у нас была тьма кромешная. Она ей осталась. Ну что ж, похоже, что нам придется вернуться к нашему маленькому плюшевому дружку по имени Владька. Владька! Че так сидел долго? Владька, привет! Нет! Владимир! Погоди, я должен выбраться сюда. А! Во, идиот! Ну че, ты сделал, а? Че там делал тупое? Ну куда пойдем? Сейчас, погоди, погоди, сейчас разберемся. Куда пойдем? Ты не переживай, сейчас все решим. Вадька, пойдем за мной. Где бы мог открыться у нас новый проход? Возможно, там была какая-то дверь. Я видел в стене, может быть, она открылась? Или, может быть, какие-то коробки убрались. Обычно же коробки у нас убираются. Ну ладно, здесь не так много. Это нехорошо. Здесь слишком много игрушек. Дети должны играться с камнями, говорит он. Ну да-да-да. Каменные игрушки прибиты к потолку гвоздями. Нет, не сюда. Не сюда. Где-то еще у нас было... Ага, вот, смотри, точно. Владька, идем за мной. Вот теперь мы по-человечески спустимся на нижние уровни. А я не мог, да, там вылезть через вентиляционную решетку, так что ли? Что у нас здесь? Здесь ничего, вентили какие-то. Володька очень быстро бегает. Компутер! Broken security checkpoint. Сломанная точка... Охраны. Почему Влади должен это делать? Почему Влади должен все время заниматься этой хренотенью? Давай, чини. Попросите Владьку починить. Ну ты же робот. Ступая штука никогда не будет работать. Лицевое распознание. Нам нужно подойти, видимо. Нам нужно лицо чего-то. Ну-ка. Нам нужно какое-то лицо поднести. А, вот, я понял. Item can be placed... Штука может сюда помещена. Очень легко, на самом деле, догадываться. Ну, честно признаюсь. Очень легко можно догадаться. Потому что здесь все, в общем-то, логично. Смотри, костюм. Здесь у нас вот этот... Это повязка для головы. А здесь у нас... Хе-хе. Наш портрет, который мы нарисовали. Ну, ладно. Так или иначе, я слишком сильно не возмущаюсь, что подсказки здесь даются. Так, вот, смотри-ка. И все. И вот этот прекрасный портрет. Ну вообще, ну чем... Ну чем не человек? Ну чем не человек? Очень похож. Просто одно лицо с владельцем этой... Исследовательской лаборатории. Смотри-ка, давай запустим эту штуку. У нас беделки. Ты чё, смеешься, что ли? Окей. Сработало, чё? Отвоспел ступит. Ну, слушай, это все равно было тупо. Он никак не хочет признаваться, что мы что-то с вами хорошее придумали. Ну, это здесь какой-то газ непонятный или что это? Вентиль. Кутиль. Эй, посмотри, ты открыл дверь. Типа, чиф, ко мне догадалась. Ой-ё-ё, ребятки, где это мы с вами оказались? В каких-то канализациях. Нихрена себе. Ты посмотри, какие площади здесь. Владик, ты идёшь, нет? Владик! Куда он делся? Твой быстрей. Чё так медленно? Ну и что, куда пойдём? Куда подадимся? Пойдём сразу сюда или пойдём наверх сходим? Я предлагаю пойти налево. То есть вот сюда наверх сходим. Посмотрим. Может быть там тупик, и тогда мы будем спокойно дальше исследовать. Но площади здесь реально огромные. Беготни будет нам очень много здесь. Что у нас здесь? Смотри, камни. Камни, камни, камни. И вот какая-то дверь непонятная. Здесь... А, здесь нужно вентиль поместить. Его здесь как бы нет. Понятно. Все задачки здесь такие из разряда возьми, принеси. В общем-то всё очень понятно, очень просто, почти даже примитивно. Но мне нравится, что здесь есть некий интересный сюжет, здесь есть интрига, здесь есть необычный персонаж типа нашего медведя Владьки. Обычно, я думал, его назовут Мишей каким-нибудь, потому что америкосы... Не, 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 америкосы, англ-говорящие люди обычно считают, что всех русских зовут Миша. А Михаилу... Всех женщин русских зовут Наташа. Они пьют водку, у них дома всегда есть ядерная ракета какая-то. И они играют на балалайке, а во дворе у них живет Людмит. Ой, тихо-тихо, слишком темно здесь, я ничего не вижу. Так, дверь для какой-то крючной комнаты номер 4. Чё? Всё? Застряли здесь, они говорят, слишком темно здесь. Всё понятно. Вот здесь, значит, дверь, которую нам нужно открыть, и здесь уже вентиль есть. Скольку я понимаю. А вот туда нам вентиль нужно будет вставить. Ладно, это мы запомнили. Значит, мы сюда уже не возвращаемся. Сейчас пойдём по этим комнатам, которые у нас идут как ответвление из этого бункера. Давайте пойдём сюда сначала, сходим. Вроде, это похоже на дорогу обратно, но не совсем. Погоди! А! А, ну здесь просто точно такая же комната, понятно всё. Боб Пи МакТэвиш! Honorary Lobby, его досточтимый кабинет. Блин, ты посмотри, а! Какой самодур! Бобби, ты буфон! Чё-то он над ним опять издевается, какой-то мы взяли, смотри. Паллс Пул, Пулс и Пастер Мол. Чё это такое? Я, какой-то, эээ, какая-то хрень, короче, какой-то флайер по распродаже, чего-то там. Смотри, это только уже его одни. Рожа, это что у нас здесь такое? Кофе? Кофе Мейкер! Угу. Кофе Мейкер! Вжик, вжик! Это что такое? Памфлет какой-то. Лобби, 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 лобби. Типа кабинеты, кабинеты, кабинеты. Брошюра компании, которая предлагает заполнить всё ваше пространство кабинетами. И посмотри, у него какая здесь серверная комната. Вот, смотри-ка, здесь похоже, что новый проходик откроется со временем. Прекрасно. Запомните это, ребят. Что у нас здесь? 20. Чё написано? Explosion? Nuclear explosion in 120. Ядерный взрыв через 120. Чего? Секунд? минут? Слушай, мне это не нравится. Мне это чертовски не нравится. Я не хочу, чтобы здесь что-то взрывалось, потому что я же взорвусь тоже вместе с ними. Давайте смотреть, что у нас здесь. Вот, прекрасно. У нас инструкция. Prevention. Molddown. Чё это там? Какой-то ядерный взрыв. Похоже, что самая ужасная книга, которая была написана, книга советов, которая была написана за всю историю времен. Ни одной из советов не имеет смысла. И все инструкции нарисованы. Running away from large fire. Как будто человек рисовал, убегая от большого пожара. Прикол. Смотри, какая-то restart nuclear reaction. Как это? Перезапустить ядерный реактор. Я что-то не хочу этого делать, честно говоря. Давайте почитаем, что... Боб, я создал эту карту, так что наши работники могут снова запустить этот реактор, если ты... И тогда без взрыва всех нас к царстве небесным. Сделай мне одолжение и, пожалуйста, даже близко к нему не подходи, придурок. Тед, 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 я решил твою загадку, твой лабиринт. Мне немножко потребовалось времени, но я закончил. Это была карта, а он подумал, что это лабиринт. Смотри, он все исчеркал здесь, искал выход, придурок. Боб! Ну почему ты такой тупой? Ты как ты вообще получил свою докторскую степень? Ну что, нажмем? Давайте нажмем. А, мы не можем это сделать. Почему? Почему-то, видимо, заклинено здесь. Что-то залочено. Ладно, мы вернемся сюда. Мы запомнили это место. Можно убегать. Прикинь, если бы медведь ходил с такой же скоростью, как он ходит, и не телепортировался, так мы бы вообще целую вечность ждали, пока бы он вернулся обратно. Значит, нам нужен вентиль, нам нужно запустить реактор какой-то. Нам нужно открыть дверь наверху. Пойдем сюда. Смотри-ка, погоди. Не отсюда ли мы пришли? Откуда мы пришли? Стоять. А, вот мы отсюда пришли. Нет, здесь мы не были. Погоди. Пошли-ка, пошли-ка, пошли-ка наверх. Может быть, там какая-то рубка. Рубка операторная, комнаты. Ой, как высоко. Ой, как высоко. Так мы сейчас поднимемся вообще на поверхность. Суб-01. Под этаж-01. Охренеть. Это что, реально поверхность уже? О, да здесь у них... У них здесь грот. Не грот, а у них здесь пристань. Что, я могу взять эту штуку? Ни хрена, я просто в поддон взял. Вы видели это? Я просто взял черта в поддон. Стоп. Дурацкий мусор. А почему дверь закрылась? Вы что, меня закрыли здесь? Замуровали демоны. Помогите. Это что такое у нас здесь? Локт, 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 деф-48. Какая-то инструкция по управлению субмариной. Прекрасно. Так здесь еще подводная лодка будет? Локт тюлбокс. Закрытый ящик с инструментами. У меня ничего нет. Погоди, а я же только что взял... Я же только что взял поддон. Куда он у меня делся? Если у меня маффин в руках, куда делся поддон? Я не понял. Может быть, я его просто как бы убрал? Ладно, черт с ним. Что, он здесь? Здесь сюда нужно положить какой-то камень. Еще у меня был камень. Маффин нужно положить. Это не то. Так, смотри. Вот у нас есть ключ. Мы ключ взяли. Ключ мы взяли. У нас есть записочки. Эй! Тед! Just buy... Что, buy? Просто купи! Что, buy? Что там? Я купил ацетилен, газ и... Соорудил очень крутую... Крутую барбекюшку. А, вот, смотрите. У него паяльная лампа здесь. Конечно же, без всяких кукурузин. Мы сможем... С помощью этого ключа мы сможем открыть ящик для инструментов. Отлично. У нас есть молоток, у нас есть резак. Это резак для коробки. Прямо так и написано. Сюда нужно что-то поместить кругленькое. Пока что ничего помещать кругленького. Ничего такого полезного здесь. Круглой формы нет. Трубы, трубы, трубы. А вот это что у нас такое? План какой-то. Но почему надпись на синем? Создано играми Пита и Карнавала. Создано дизайне на чего-то там. Какое-то погрузче. Какая-то лапа, видимо, которая... Где она лапает? Вон, смотри, она наверху висит. А, мы сейчас похожими и будем управлять. Прекрасно. Прекрасно. Вода. Это любимая штука Владика. Мы не можем сюда прыгнуть. Я, по идее, мог выплыть отсюда. Но, к сожалению, не получается. Что у нас здесь? Эй, Тед, я апгрейдил эту систему подъема. Так что два человека могут ее использовать одновременно. И, конечно же, нужно будет вдвоем работать. Боб. Знаешь что? Я не хотел это говорить, но... Это, похоже, была самая дурацкая идея, которую можно было все только себе представить. Погоди, две, две... Два человека должны управлять этим погрузчиком. Этой лапой. Это что у нас такое? Гитара, что ли? Locked cello case. Ага, закрытый кейс какой-то. Боб. В последний раз прекрати оставлять свой мусор здесь, везде. Я не знаю... Почему ты вносишь этот кофр? У тебя даже нет... А, cello, это... Это, видимо, какой-то... Что это? Виолончель? Нет, нет, не виолончель. Контрабас, может быть. Нам нужно его открыть. Но с помощью чего? С помощью молотка, может быть. И вряд ли. А, вот мы коробку должны разрезать. Вот что мы должны сделать. Так. О, смотри-ка. Что это, бомбочки какие-то? Это яйцо фабрыже? Влади does not understand. Ну-ка, давай почитаем. Мне нужна эта коробка кикник-кнеков, заполнена кикник-кнеками какими-то. Будь другом. И убери ее. Перетащи ее для меня. Ты придурок, говорит. Сам таскай. Да. Ну что, вот эта штука у нас кофр. Его надо каким-то образом открыть. Не знаю, для чего он нам нужен. Но вот сюда вот это яйцо мы точно положить можем. Яйцо фаберже. Все. Положили. Что теперь? Может быть, его нужно теперь молоточком постучать по нему? О, отлично. Что у нас здесь? Мы взяли какую-то... Ха-ха-ха-ха. Он раздолбил яйцо фаберже, которое стоит бешеные деньги. Взял оттуда маленькую проволочку для того, чтобы, видимо, открыть этот кофр. О, что это? Уран какой-то. Что это такое здесь? Ядерное топливо. Влади. Он не скажет это, но возможно... Чего-то там. Слушай, это ядерное топливо, реально. И что нам с ним теперь делать? Я сейчас реально мутирую, ребят. Куда мне дальше-то идти? Мне как-то надо выбраться вообще отсюда. Штука откроется, нет? Я добавил новую защитную дверь. Не благодари меня и будь осторожен. Ты только что... Ты понял вообще, что твоя дверь закрывается без всякой на то причины. И закрывает людей внутри этой очень секретной лаборатории. Не будь таким... Не будь такой дешевкой. И сделай так, чтобы дверь работала. Как же нам теперь ее отпереть? Что нам теперь делать-то? Здесь вроде ничего мы использовать не можем. Нам надо как-то ядерное топливо. Давай уберем подальше отсюда. Слушай, ну я не знаю, что дальше-то. Куда нам пойти? Куда податься? Может быть, Влади знает? Ты знаешь? Я с ним даже поговорить не могу. Что-то может быть с этим поддоном? В прошлый раз, когда я взял поддон, почему-то она закрылась. Или это не связано? Или это просто два события, которые произошли одновременно? Такое тоже бывает. Но нам нужно выбраться отсюда как-то. Открывайся, падла. А, вот у нас же есть. Что, туда ползти? Будь собой. Здесь сложно, конечно, не переводить, потому что иногда он... Тупой идиот. Заставил меня Влади ползать там. В отьме. Что ему там делать? Тупой, тупые провода везде. Почему эта штука... Почему эта штука... Тупая штука кверх ногами? Это вообще нет смысла никакого. Вот его там жарит, конечно, проводами. Нехрен тут ругаться. Ты что, открыл? Ты что, открыл? Эй, идиот. Сработало? Прекрати быть тупым, скажи что-нибудь. Ладно. Влади все равно выходит. Влади вообще не понравился этот опыт, но новый проход открыт. Так что, возможно, там, где есть что-то радиоактивное. Радиоактивное, я помню, у нас реактор был. Влади говорит, ты мой лучший друг. Идиот. Владик, Владик, Владик. Ну что, круто. На самом деле, он добавил определенного шарма в эту игру. Она была немножечко такой, ну скажем так, одинокой что ли. Погодите, где у нас проход был? Так, здесь у нас уже закрыто. Понятно. Так они вот ставят эти оранжевые бочки. А у нас проход-то был где? Вы помните? Проход у нас был где-то вот здесь, по-моему. Там, где он сказал, было что-то радиоактивное. Возможно, да, 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 верно. Совершенно верно. Вон у нас проход, смотри-ка, там открылся. Ну пошли. Вставим радиоактивное. Если бы не быть идиотом, то это было бы очень плохо. Влади, остань здесь, если бы ты делаешь что-то глупое. Да ладно, мы, видимо, какая-то цель для этого была. Что нам здесь нужно? Реактор, door, control. Ага. Ой, слушай, а меня радиация не убьет здесь? Что это такое? Смотри, какой-то культ управления. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Вы инициировали какую-то... Какую-то операцию, чего-то там, замены. Двигайтесь быстро. А что нам, куда нам нужно делать? Куда нам двигаться-то нужно? Я даже не понял, куда мне нужно поместить мое... Мое топливо. Ага, пошли вот в этом лабиринту. Охренеть, реально здесь радиация может быть. Так, ладно, пошли, пошли, пошли. Я куда-то иду, не знаю куда. Надеюсь, что на правильном пути мы. Так, что здесь? Слушай, мы ходим по кругу, мне кажется. Наверное, только сюда, может быть, надо пройти, а? А, что, кого меня сейчас реально убьет здесь радиации? Нет, нормально, идем. Вроде никакой здесь особой опасности-то и нет. Насколько я понимаю. Ладно, пошли дальше, посмотрим. Так, здесь что-то не то, смотри-ка, не то. Мы туда зашли. Вот здесь был проход. С самого начала я знал, что он здесь есть. Особо здесь не заблудишься, конечно же. Он говорит, двигайся быстро, наверное. О, смотри, что здесь? Топливо нужно положить. Отлично. Так, мы положили топливо. А, быстро беги назад и нажимай на кнопку, пока эта штука не взорвала тебя. Окей, я понял, 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 понял. Бежим без лишних слов. Мы бежим, 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 бежим. Так, нам сюда. Отлично. Я помню дорогу примерно. Примерно. Совсем чуть-чуть. Так, сюда. А что мы должны запустить этот реактор? Вообще, эта принцесса на кукурузе не сказала нам, что мы вроде как, нужно запустить какое-то питание здесь. Может быть, чтобы этот весь центр опять было у него здесь. Так. Мы начали какую-то операцию. Мне кажется, есть самое время убегать отсюда. Все, отлично. Она закрывается, нет? Там было 22 секунды. Слушай, реально здесь время шло. Я просто не заметил этого. У нас осталось 22 секунды. 120 секундам давалось на то, чтобы полностью все это дело, видимо, организовать. И убежать. Но мы успели. Ху, я даже не видел этого отсчета. Ну что, Ладе? Ты как здесь поживаешь? Нормально все? Вот теперь... А, вот теперь перезапуск нужно сделать. Смотри, вот это теперь рычажок мы нажимаем. Так, отлично. Вы только что перезапустили самый худший реактор, ядерный реактор во всем мире. Все, питание восстановлено. Что, мы сделали это? Теперь кукурузина должна... Принцесса кукурузина должна довольна быть. Но у меня нет никакого вентиля. Не знаю, как-то это сработает или нет. Может быть, дверь у нас... Где у нас? Вот здесь, по-моему, дверь была еще одна. Которая сама по себе открывалась. Без вентиля всякого. Сходим, проверим. Может быть, эти кукурузины уже зашли внутрь? Да, кукурузин нет, кстати. Здесь дверь открыта. Отлично. Ой-ой-ой. Какая система защиты. Защиты, ты божечки. Ты посмотри на эту красоту. Это что еще такое за хрень? Какой-то слот для контрольной панели. Так, у нас еще один. Опять туда полезть! Что-то там весело. На фляжке, посмотрите. Коммунистический... Коммунистический значок. И ему опять приходится ползать и карабкаться по тупым каким-то мусорным... Туннелям. И для чего? Через этот тупой мусор. Нет никакого смысла в этом. Просто дно больше мусора здесь. Он улетел. Спасибо, дружище. По-моему, что-то он выкинул. Что, ты жив? Мусор. Я тебя люблю. Этот мусор заставил Владис страдать. Нет, потому что это мусор. Какая же следующая тупая, видеть, будет следующая. Но зато он вытащил эту контрольную панель. Я тебя люблю. Ясно, понятно, что не русские озвучивали. Это что у нас, камень еще какой-то мы взяли. Еще один камень. Непонятно, что за камень, но у этого камня есть имя Волос. Что-то, может быть, камни как-то вырастут здесь. Что это такое вообще? Какой-то компрессор, может быть. Может, это система вентиляции. Хук. Крюк. Вообще переводится как. Ну, давай запустим его, посмотрим, почему все это приведет. А, вот такие штуки у нас торчали из поля. Типа крюки. Типа петли такие. И что? И что эта штука, тупая штука делает? Гарбич. Влади все еще думает, что это просто какой-то мусор. Эта штука сделала что-то важное, возможно. Все, да? Мы ее запустили, она появилась. Может быть, это что-то. Вот, смотри, меня отвалился в вентиль, которым мы можем взять его. Почему мы не берем его? Влади, ты думаешь, что у тебя проблема, идиот. Ты слишком много мусора берешь с собой всегда. Может быть, уже скоро будет концовка, я не знаю. Но Влади идет за мной, а я иду вперед. Очевидно, что мы должны сейчас пойти дальше и открыть дверь наверху. Может быть, этот крюк является что-то типа громоотводом каким-то? Может быть, он принимает на себя электрические разряды и заряжает? Не знаю. Или за него что-то цепляются? Ну, а что там может за него цепляться? Вроде как он не очень похож на какой-то упор. Он больше похож на приемник чего-то. Вот сюда мы можем вставить, чтобы он открывает. Что это за дверь, кстати? Куда она ведет? Ой, еще один такой. Еще один такой крюк. Погоди. Ага, вот здесь мы... Здесь-то закрыто, смотри-ка. Коробочки везде. А здесь похоже, что все нормально. Само по себе открыто. Давай-ка запустим эту штуку. Смотри, та же самая хрень. Тот же самый крюк. Зачем это все? Ай, ай, держись, держись, держись. Звучит не очень круто. Ох ты, блин. Не хватает, по-моему, у него давления. Что он сказал? Татьяна везла. Эти тупые американские машины. А, шестеринка сломалась. Вряд ли, говорит, поможет. Она может помочь тебе только, если ты ее починишь. Если будешь все ломать, это не поможет твоему прогрессу. Новый путь открыт. Коммунал гротта. Вниз, иди вниз, как в какой-то грот. А, грот на уровне 2. Грот у нас был. Это как раз тут, типа, гротом и был. Что у нас здесь? Смотри, лестница. Но нам не хватает здесь табуреточки, чтобы туда забраться. Ладно, побежали. Видимо, в грот. А в грот куда мы там? Там было разве что заваленное коробками. В гроте. Уровень 2. Хм. Давайте здесь остановимся, друзья мои. У нас впереди, видимо, что-то важное и эпохальное должно произойти. Большое вам спасибо за то, что вы смотрели это видео. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть нам с вами вместе всегда на связи. С вами был Маугли, это была игрушка Мэйс. Кукурузный триллер с веселым русским медвежонком, который постоянно ругается. Увидим в следующем видосе. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И пока-два.